Первое у меня на завтрак, сейчас то, что я буду кушать, это у меня творог. Такой вот у меня творог. Творог у меня 9% Сюда я добавлю мед и сюда я добавлю масло, семени, льна. Вот такое вот. Я добавляю масло, прям масло, блюю на глаз. Вот так вот, столько масла. И сейчас я добавлю мед. Вот такая вот ложечка меда. Вот такой вот у меня получился творог с медом и льняное масло. Еще раз хочу показать вам. Вот такая вот бутылочка. Льняное масло. Ну и естественно мед. Все это я хорошенько сейчас перемешиваю. Ой, говнула прям. Вот так вот перемешиваю. Творог с маслом, семени, льна, с медом. Это ваша защита. Это ваш иммунитет. Если у вас будет хороший иммунитет, высокий, то вы не будете болеть. Вы знаете, вы знаете, как это вкусно. Вот чего сюда не хватает. Сюда не хватает несколько, несколько зернышек, орешков, абрикосовых косточек. Не миндальных, а абрикосовых, горьких косточек. Он обязательно нужен. И нам его надо кушать. В нем находится витамин В17. И это очень вкусно. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, это полезно. Для вашего организма. Вообще творог полезен. Нам надо хоть, ну, не каждый день, но хоть по возможности его есть. А в-третьих, я вам сейчас... А в-третьих, я вам сейчас покажу... Вот эту женщину. Что уже само по себе вызывает уважение к ее работе. В течение ее карьеры она умерла в 2003 возрасте 95 лет. Доктор Будвик вылечила 90% своих пациентов с онкологическими заболеваниями. В своей практику она неизменно прибегала к использованию нетоксичных ингредиентов, которые не вызывали побочных эффектов. В связи с ее поразительными успехами в этой области, доктор Будвик стала самым заклятым врагом фармацевтической и атомной индустрии. Посмотрите эту женщину, найдите ее, Джоанна Будвик. Это Джоанна Будвик еще в начале 50-х годов, поэтому широкая общественность не знакома с результатами ее исследований. Вот эта женщина, она номинировалась на Нобелевскую премию. Это ее разработка, Джоанна Будвик, это ее разработка применения в пищу творога с медом и с маслом семени льна. Очень не хватает здесь абрикосовых косточек, очень не хватает. Вот, они у меня были, я покупала почти полкилограмма, и мы их уже съели. Я каждый день ела абрикосовые косточки, по 4-5 штук, я их съедала. Сейчас у меня их уже нету, надо ехать их покупать на рынок. Вот, ну вот сюда не хватает абрикосовых косточек. Очень вкусно, главное, очень полезно. Заметьте, не творог с сахаром со сметаной, а творог с медом. И вот с таким маслом. Мне вот на днях одна дама написала, вот под тем видео, где я говорила, что второй год или больше года я пью соду, я оставлю ссылку на это видео. Кому интересно, посмотрите, там даже есть комментарии. Где она меня просто обвиняет, что я морочу голову, сбиваю людей с толку, и бью вот эту соду. Все это брехня, все это фейковые, эти все фейковые люди, все эти там Симончини и... Симончини, Неумвакины и все прочие другие, Мельниковы и все прочие, и другие-другие. Говорю вам всем, у кого какие-то завихрения против этой соды, вот просто простой пример. Я знаю, что некоторые занимаются уринотерапией. Урины, они пьют мочу. Но это же не говорит о том, чтобы я зашла к человеку на этот канал, увидела, как он там готовит мочу, как он ее пьет, как он ей протирается и делает примочки. Это не дает мне права писать ему, что он такой-сякой, и что он сбивает с толку людей, показывает свою вонючую мочу, и что он травит людей. Зачем? Он показывает то, что ему легко, помогает, он это показывает. Может, кому-то это и поможет. И никто не дает права никому из нас писать и оскорблять этого человека. Если я не захочу, и если мне это не надо, мне в рот никто эту мочу не зальет. Никто. Я посмотрела, я увидела и ушла. То же касаемо Исоды. Кому не надо, тот вообще даже и забивать себе в голову-то не будет, и не будет мне писать какие-то там длинные переписки, и ставить меня на место, и указывать мне, что я сбиваю с толку людей, что я делаю что-то такое, что люди сейчас будут умирать и травиться. Ребята, извините, 21 век. Мир интернета. Гуглите, смотрите. Интернет – это бездонная сеть. Там могут вам всё предложить. Всё. Даже какой-то там чудак вам сделает, покажет настойку эликсира молодости, эликсира бессмертия, и найдутся люди, которым это будет интересно. Поэтому то, что я показываю, что я пью соду, да, я пью соду. Я пью соду уже много лет. И мне 58 лет. Я не стесняюсь своего возраста и чувствую себя хорошо. Конечно, если я, не дай Бог, заболею, я пойду к врачу. Я пойду к врачу, чтобы с чего-то начать, если у меня будет какое-то заболевание. Но я соду всё равно буду принимать. Вы знаете, у меня всё равно есть такой тяжёлый груст на душе, от чего? От того, что в 2015 году у меня умер брат младший, брат от онкологии. У него был рак лёгкого. Молодой парень. 49 лет ему было. 49 лет. Когда я на тот момент была у него, в Красноярске, я прилетала к нему, я о соде даже не знала. Не знала. Хотя мне, мне знакомые звонили, говорили, начинай давать ему соду. Для меня тоже было, ой, что такое сода, вот у него есть лекарство, ему уже там колят обезболивающее, у него там ещё что-то. То есть всё. Я даже не подумала об этом. И человек сгорел. А теперь у меня какая-то, знаете, есть вина в этом. Надо было попробовать. Надо было. Надо было начать ему давать соду. Не так, как я пью её по утрам. А я бы ему давала, я бы ему эту соду начала давать. Три-четыре раза в день. Он бы мне её пил всё время, эту соду. Даже если бы он и умер, допустим. Ну, судьба такая. Но я бы знала, что я что-то попробовала с этой содой. А я даже не попробовала. А теперь, возвращаясь вот так немножко назад, я думаю, а вдруг бы чудо случилось. А вдруг бы парень, парень пошёл на поправку. Или, может, прожил бы ещё там два-три года лишних. Понимаете? Поэтому здесь обвинять человека не надо. Здесь нет никакого шарлатанства. Я никого не призываю. Пейте соду. Вот прям бегите в магазин, покупайте и пейте соду. Нет. Эту соду я пью сама. Я пью сама. Я просто вам показываю. А делать выводы нужно вам. Нужно это вам, не нужно. Кто-то пьёт соду, кто-то пьёт пиво, кто-то сидит на наркотиках, кто-то там, не знаю, нюхает клей. Дело каждого. Дело каждого. И поэтому не надо мне ля-ля. Я никого с толку не сбиваю. Я просто показываю. Я просто показываю все эти продукты. Что здесь плохого? Давайте оставаться людьми, давайте будем с вами более дружелюбными. Не будем обзываться, не будем унижать друг друга. Если что-то не нравится, если что-то не нравится, можно написать просто в деликатной форме, не унижая другого человека. Или просто посмотрели и ушли. Вот. Помните, что наша жизнь очень коротка, и нам не стоит размениваться вот на эти вот мелкие склоки, грязные склоки. Поэтому, поэтому, знаете что, давайте жить дружно.